ну раз все выкладывают снег то и я пожалуй тоже выложу снег не знаю чего там хорошего и радостного дальше что будет вообще труба ничего хорошего в вашем первом снеге нет у меня все ездит и скользит и прокручивается уберите вот это все посмотрите что творится даже здание администрации не вырезали не вычислили здесь не растут больше цветы как такое возможно молодцы хоть трактор пустили какая-то польза все не кататься асфальту жопой ну и чё это что проехал что не проехал хрень вы а лес прямо сказочный там разбросаны дровишки листва на земле еще зеленая под снегом ну и буквально что здесь осталось ноябрь декабрь пару месяцев и будет новый год будем ставить елки покупать подарки бухать жрать оливье и селедку под шубой вы готовы меня только что прозрел инсайд лайфхак если у вас плохое настроение или вам кто-нибудь его поднасрал включите переднюю камеру и вам станет противно смотреть на себя противного и вы начнете улыбаться а еще лучше запишите стойкость асфальт ведь никто не любит смотреть на себя противного свое собственное отражение всегда приятнее смотреть когда у тебя настроение на подъеме да да так и есть это чистая психология в первую очередь надо полюбить себя кайфануть от себя и тогда все остальные потянутся чаще улыбайтесь это всех раздражает а сегодня нас с вами ожидает фото выставка я так предполагаю каких-то советных советских времен а я вижу отсюда 100 лет комсомолу сейчас найду самую веселую фотографию покажу вам ее готовы слушайте 100 лет назад вообще все по-другому выглядело здесь все фотографии смешные это больше похоже на конкурс причесок приходишь в салон а там такие штуки мне вот пожалуйста подстригите под номером 5 а вот так вы будете выглядеть ближе к новому году потому что морозы как были 100 лет назад так они остались даже несмотря на глобальное потепление шапку придется одеть в любом случае ну вот тут выделился один человек у которого был комсомольский билет ее звали савельева и не знаю что это раша петровна раша выделилась тем что она каждый месяц платила еще бабки за это а вот кстати митинг школы номер два 1 мая 69 года я учился в этой школе представляете моей школе моей школе короче моя школа 69 года кто посчитает сколько это а вот абрамов юрий анатольевич видимо имел по этому комсомольскому билету льготу потому что вместо раши который платила по 50 он платил почему-то по 2 копейки схалтурил мне не удалось найти самую веселую фотку но вот более-менее еще вот это вот это значит тогда это называлось спортивное соревнование сейчас называется феминизм когда мальчики и девочки выглядят совершенно одинаково и ничем не выделяются я только что специально застег мне понадобилось ровно 10 секунд для того чтобы достать свой смартфон открыть инстаграм свайпнуть вправо и открыть запись stories а представляете что творилось в шестьдесят девятом году сколько времени нужно было потратить чтобы снять одну фотку мы нажимаем всего лишь одну кнопку чтобы записать видео вы представляете что происходило шестьдесят девятом году сколько нужно было горячиться и знать выдержку открывать эту дырку чтобы вылетал оттуда птичка а потом еще кучу времени потратить на то чтобы все это про это была пленка это были тазики это нужно было сначала окунуть эту пленку с бумагой в один тазик потом в другой тазик потом в третий потом она еще ночь должна повисеть высохнуть как белье после стиралки А потом еще сделать копию и всем раздать Физически Не было в 69 году одноклассников Никто не мог поставить лайки Пятерки Какие лайки? Пятерки Своим одноклассникам Тем, кого любишь и двойки Тем, кого презираешь Это было супер жестоко Даже в мои школьные годы В детстве нельзя было всем этим заниматься Я завидую молодежи А наши бабушки видели динозавров Я уверен Вот она, кстати Вторая школа С 69 года Она выглядела, конечно, была серой А сейчас ее покрасили в мой любимый зеленый цвет Синий, зеленый, я даже не знаю, что это за бред Ну, так